Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. И сегодня мы читаем главу БО. Интересно написано, что время пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет. И было по истечении 430 лет, тот самый день, и вывел Бог сынов своих, сынов Израиля, из страны египетской. В тот самый день. Раби Шлома Ацхаких говорит, он говорит, что мы в Египте жили 210 лет. Если мы будем утверждать, что все-таки 430, мы-то осмотрим главу Лех-Леха, Всевышний говорит Аврааму 70 лет. Он был в разведке с Лотом, и Всевышний ему и обиделся, врагам приносят жертвы, приносят животных, режут пополам, птицы режут. Всевышний обиделся и говорит, что потомки твои будут угнетаемы в чужой стране 400 лет, а после выйдут с большим достоянием. Всевышний знает, что 400 лет, но знает и 430 нам пишет, как же это все понимать. И тогда Раша говорит, если ты скажешь, что мы жили в Египте 40-30 лет, как это два раза говорит глава Бога, то зачем нам Всевышний тогда дает, сколько лет прожил тот или иной человек. Допустим, если мы берем, что Кегат, сын Леви, входит в Египет, и написано, что он прожил 133 года, а его сын Амрам прожил 137 лет. И Амрам родил Маше, Маше прожил 80 лет до выхода из Египта. И если даже взять, что они в последний день друду горожали, то даже если сложить 3-е числа, будет 350 лет. И никак не будет 430, что невозможно. Тем более, Амрам жил при своем отце и какие-то годы, и Маше жил при своем отце Амраме какие-то годы. То есть они нарожали друг друга нормально, и поэтому это невозможно. Тогда наши мудрецы говорят, как же это посчитать правильно? Мы даже не знаем год, когда мы вышли из Египта. Раша говорит, мы берем 400 лет, которые все вышли, и прибавляем к тому дню, когда родился Ицхак. Это день 15-я Несана, когда Аврааму исполнилось 100 лет. 15-й Сан, когда у него родился Ицхак, у 100-летнего Аврагама уже. И когда мы берем 400 лет, вот это день, когда мы выходим из Египта. А как же понимать 430 лет? Это тот день, когда Аврагам заключает союз между двумя половинами, и мы прибавляем к нему 430 лет, и выходим на ту же дату, 2448 год. Но Всевышний же, когда говорит, Он же нам все делает. Если Он сказал, что Вас будут угнетать 400 лет, потом выйти с большим достоянием, то Всевышний, когда так говорит, Он не хочет это делать. Он, наоборот, или вообще не делает то, что говорит плохое для нас, или уменьшает. И как мы видим, Всевышний это уменьшил. И 400 лет страданий превратились в 116. Их бы не было, если бы мы себя хорошо вели. Потому что, если мы возьмем эти 400 лет, вся жизнь с Хаком, разве он заслужил хоть малейшее страдание? Все 180 лет он жил как праведник. Естественно, 400 лет отнять нужно. Эти годы. И получится 180, если бы не 400, уже получится меньше страданий. И Яков живет в 147 лет. И пока Яков живой, никаких страданий не могло быть и речи. Он праведник неимоверный. Иосифа, последний, живет, будучи правителем Египта, потом фараоном, был праведником, никаких страданий еврейского народа не было. И даже 12-й карьер из Израиля, пока последний из братьев Леви не умер, мы рабами, не были. И тогда рабстве мы были всего 116 лет. И тогда получилось, что если от 400 обещанных лет мы отнимаем 116 лет, то Всевышний убрал для нас 284 года, которые Он обещал, что мы будем страдать, нас бы угнетали. Всевышний это убрал. С радостью. За заслуги наших предков. Они заслужили. Естественно, это говорит нам о том, что как мы себя будем вести, так же будут себя вести и наши дети. Будут ли они страдать, или не будут они страдать. Потому что Всевышний говорит, что припоминает вину отцовы детям и внукам 3-го и 4-го поколения. То есть, как мы себя ведем, так будет нашим детям, внукам, правнукам. Это так работает. Хотя Всевышний помнит добрые дела отцов на тысячи поколений и их потомков. Это как минимум на две тысячи поколений. Но плохие наши дела тоже не забываются. Если дети наши не грешат, естественно, наши грехи к ним не добавляются. А если они грешат, то добавляется и вина и отцов, и дедов, еще и прадедов добавляется детям. Вот так. То есть, если мы хорошо над этим задумаемся, мы будем стараться, чтобы наши дети потом не страдали за наши сегодняшние поступки. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Игорь Бен Лев, Берта Батесаэль, Павел Бен Ефим, Саву Бен Герш, памяти Урия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Валерия Бен Григорий, Здоровья Светлана Батклара, Шмон Бен Десхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перм, Батсоя Сура, Лена Батклара, Желия Бат Ида, Анна Бат Елена, Эфим Бен Эстер, Двора Батмиря, Моисей Бен Ева, Ирина Батвойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Над Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Цони, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Вадим, Мас Бат Барсавз Гула, Ирина Батури, Арон Ребен Ри, За хороший дух Арон Ребен, Двой Радис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Ариэлей Бен Лариса, Парасай Бриют, Ларим Бен Рая Марина, Бат Рая Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Легу Марченко, И здоровья всем, Кого здесь нет на нашем списке, Сегодня люди просят, Я может где-то что-то не учел, Всем браха Параса Кавана, Всем желаю, До крепчайшего здоровья, И чтоб скоро закончилась эта война, И до следующих встреч, Надеюсь, нас останется завтра, в 10-40, Шалом!